Музыка У меня с кино начнут. Вот мы ездили, мы записывали стариков, да, все там спрашивали, узнавали, всегда вот самые ценные, то, что они скажут, самые ценные вот эти моменты. А та жизнь, в которой мы жили, ну это наша жизнь обычная, ты на нее же никогда не обращаешь внимания. И вот у меня получилось так, что прошло сколько-то лет, когда появилась возможность оцифровывать запись, я стал потихонечку это делать, и вдруг натыкаюсь на записи, которые вообще ничего не помню. Не помню, что она была сделана. Хотя тогда были времена, это начало 90-х, там пленку берегли, все это вот очень и очень аккуратно. И, конечно, ну все снимали, мы ездили снимать, с Сашей Костиным ездили снимать скрипачей деревенских в Курск, то, что потом превратилось в фильм «Мила скрипачка играет». Вот, и вдруг я среди записей тех, которые для фильма, все это вот, вдруг я нахожу где-то 15 минут кусок, о котором я не помнил, вечер в доме у деда Егора, певцов, у бабы Кати, вечер, когда всегда к ним в дом приходили соседи, и это такая роскошная была компания, потрясающая компания соседей, певцов великолепных. И мы в этом просто жили. Мы приезжали, бывало приезжаешь, там, ну в поезд садишься, в поезде ты полночи проговоришь, рано утром приехал. А один автобус, другой автобус, третий автобус, пока ты добрался до деревни, то, в общем-то, спать хочется. А еще там все молодые ребятня приезжают, ну и все прилягут, прилягут там на диванчик и все. Тук-тук, идет соседка одна, другая, там баба Даша идет, баба Зоя. Вставай! Ты что, сюда спать приехал? Давай, мы пришли. Вовка тогда, ой, баба Даша, ну чуть-чуть поспать, ну чуть-чуть поспать, надо чуть. Давай-давай, доставай свой магнитофон, доставай. И вот они садятся, магнитофон достали, микрофон поставили. Вот это была обычная такая ситуация. Это знаменитый Плюхов. Это Плюхов, да, это не была, то есть это не была, скажем, это не то, что так вот проводилась экспедиция, да, я говорю, что это была вот там экспедиционная работа, это да, там эти вопросы, ответы, обходы, там что. А вот просто ситуация, это было домашнее пение, вот, который вот, ты в нем живешь. И вот кусочек такой вот истории оказался снят, когда Вовка Панков играет с дедом Егором на рожках, они играют, и там девчонки пляшут, бабушки их поправляют, и все это. И когда я это увидел, я просто был, ну, это ошеломление полное, потому что время прошло, ты уже другой, да, уже там время, все, их нету уже там, кого-то, деда Егора уже нету. Вот, и вдруг ты видишь, в какой-то красоте ты пребывал, ты купался. И ты видишь, как ты неправильно понимаешь все, вот, ты со своими вопросами, которые ты задаешь, это примерно как, знаете, как, ты спрашиваешь, а вот там варенье вот яблочное там или вишневое, а как оно вот на вкус, а тебе протягивают ключи от буфета, и говорят, вон там возьми яблочное, вишневое, на, дают тебе связку ключей. А ты говоришь, нет, а вы расскажите, а вот, и вот, все. Ну, это, конечно, без слез это смотреть было нельзя, потому что, ну, ошеломление, конечно, все это было. И получается так, что оказалось, что вот эта история, на самом деле, самая ценная, это история твоей собственной жизни, история твоего собственного общения. Да, ты записал материалы, да, это все, это записи есть, это очень важно. Я помню, приезжал тоже, появилась когда цифровая техника, мы все сразу такие подтянутые, мы можем сейчас сделать продукт такой, все, отлично. Это не электроника тебе 302, не легендарный такой магнитофон, Panasonic был, RQ-2102. Да я сейчас молодежи рассказывал, я говорю про поводу кассет, я им говорю, ТДК, СА-90, про пленку. А у них никаких эмоций нет, никаких эмоций нет, что это было, да, это кто-то откуда привозил пленку, кто-то куда-то елит в какую-нибудь Польшу или куда-нибудь. Привези кассет, что нужно. Кассеты, это самое, самое-самое, как я тоже детям рассказывал, я говорю, я говорю, сгущенка в походе были. Я говорю, сгущенка это эквивалент счастья. Я говорю, да, ну дядь Миша, ну, как-то сгущенку. И там одна подруга, там уже мама многодетная, она говорит, да, это так, походница там, конечно, да, это все, это последнее, это НЗ, который тебя спасет и выручит, и который обязательно в рюкзаке банка сгущенки лежит до последнего. Потом это вот, вот эти вот кассеты, это тоже так вот же все это было, это бесценно. И вот так вот потихонечку ты уже начинаешь, да, я говорю про это, про цифровую технику, ты приезжаешь, бабушки посадили, все эти ручки на колени, ногами не шарят, а откашляетесь, чтобы чистую запись делать все. Сколько я таких записей сделал, потом я их не слушаю. А слушаешь ты сам, что? Как сидим за столом, разговариваем, как они поют вот так вот, когда там у них между собой какая-то жизнь происходит, говорят, они там одна другую что-то там подсказывают, вспоминают, ты не туда повела, там, ты это вот не так. Это потому что это жизнь, это настоящее, это все вот оно так есть. И поэтому получается, что, да, человек проживает там разное время, то он молодой, да, что ему нужно, что-то узнать, что-то потом, а потом он накапливает что-то, он уже готов сам что-то отдавить. Вот я это ощутил очень хорошо. У меня была такая история. Я в одной из своих первых экспедиций познакомился с дедом Тимофеем Прокоповичем Тихоновым. Он был рожечником. Была зимняя экспедиция на верхней Волге, и мы ходили, и было все пусто, 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 пусто. Как-то, ну, ничего особенного такого нет. И вдруг, нам говорят, вот туда отзади, там вот Тимохой, он играет. Это было тоже так, как, значит, что вдруг оказывается, да, вот рожок у него, вот как Сережа Старостин играет, такой вот рожок, все у него. Есть он, играет там разные песни, все, летом приезжай, летом приезжай, я тебе все сыграю, сходим, сделаю. Я приехал к нему летом, один раз, другой раз там приехал, мы ходили в лес, делали эти рожки и все прочее. Но это был, значит, конец 80-х годов, видео никакого у нас еще не было. Была кинокамера, которой у меня не было кинокамеры, вот. И на тот момент даже и фотоаппарат, я не помню, был ли у меня тогда. Ну, вот записи, где-то они есть, у меня их нету. Где-то они, значит, вот есть эти записи, мы ходили, и вот мы с ним ходили, он меня водил по лесу, искали, он знал места, куда там пойти, где записывать. Хорошо, где звучит все это. И потом все это вроде недалеко от Москвы, и надо бы к нему съездить. И все как-то дороги мимо, ну никак. И надо было случиться с такому, а потом уже, когда годы проходят, то страшновато ехать. Просто страшно, что ты приедешь, а что, уже как-то. И вот так было случиться, что мне пришлось прервать одну экспедицию по техническим причинам. И я думаю, ну, Коля, вот мне пришлось в Москву вернуться, вот у меня есть еще там пару-тройка дней, поеду-ка я как раз к нему и съезжу. И вот я прихожу в Кувшиновский район, допираюсь до его деревни, дохожу, его там домик избушечка на краю деревни стоит. Ну, а утром он, значит, только встал там, как по хозяйству. О, Мишаня, давно, говорит, тебя не было, года три. Я говорю, Тимофей Прокопович, 11 лет. И вот мы спустя 11 лет, я с камерой приехал, все, с магнитофоном, вот, и мы стали с ним наверстывать вот это все пропущенное, упущенное. Вот, конечно, уже там что-то не удалось сделать, что-то мы там, просто не мог уже что-то исполнить, какие-то вещи. И вот мы с ним в течение, там, трех лет, вот, я к нему приезжал, и мы с ним, значит, вот записывали. Я очень четко тогда почувствовал, что насколько мне нужно получить, настолько же ему нужно отдать. Вот просто прямо вот этот момент, потому что все время, да, да, мне, ну, вот, спасибо, мне. А тут я почувствовал, что, да, Мишаня, мы с тобой должны сделать хороший фильм. И вот мы с ним ходили, надо вот это, вот это. Мы пойдем играть туда-то, потому что вот в это время сейчас туда не надо идти, туда надо идти вечером, там, на горку в лесу. Или туда-то, ты знаешь, там, на землянку. И вот мы с ним так что-то пытались, ну, так на полусловие все это оборвалось с его уходом. Вот, но вот этот вот момент, и с одной стороны, значит, я делаю вот из этих записей, которые есть, я делаю какие-то, какие-то фильмы. Вот, а с другой стороны, конечно, очень важно, когда вот человек жив, и с ним просто нужно не то, что задавать ему какие-то вопросы, да, которые тебя интересуют, а просто слушать, что он тебе рассказывает. Потому что за всеми этими фольклорными фольклорностями, которые мы все спрашиваем, за ним всегда есть человек. Если нет человека, то это просто абстракция становится. А любое знание, любая культура, она передается только из рук в руки. Любая. Должно быть живое соприкосновение. Вот я виделся с этим человеком. А этот человек виделся с тем-то. Уже я с ним знаком. Я сижу с Еленой Николаевной Разумовской в гостях, у нее чаем пьем, я говорю, и что-то о музыке говорим. Я говорю, у меня, говорю, любимый композитор XX века Нина Ротт. Она говорит, Миша говорит, а он же приезжал к нам в консерваторию, и я была на встрече с ним. Я говорю, вот, я пью чай с человеком, который видел, она мне стала рассказывать, что он рассказывал, как было. И вот это все очень важно, вот эти вот соприкосновения такие. Поэтому как-то вот у меня несколько лет назад тоже вот эта мысль стала беспокоить, что нужно замечательных людей, которые, конечно же, снимают, там, конечно, там, сколько снимали, там, Кабанова, там, и Сережа Старостина, там, Асанова, там, вот что. Но просто нужны, нужны эти беседы, потому что потом-то из этих бесед что-то есть, да, что-то может получить, что-то важное, что. Человек забыл, может быть, даже, он что-то вспомнил, да. Я сейчас смотрю, вот сейчас вот занимаюсь скрипкой, мне нужно занятия вести, там, да, я готовлю. И думаю, ну, одно дело, я приезжал, мне было интересно, я дедов спрашивал, я говорю, вот там, как, что вы там, пытался, мне хотелось, как они. Сейчас ребята, которые, им непонятно, что им хочется, что им надо. Нужно что-то объяснить, нужно что-то, значит, вот, какую-то свою историю такую придумать. И вот ты это разбираешь, и я сам вот что-то играю, думаю, а что ты играешь в этот оборот, что это такое, откуда, что это такое. А, а это оборот, это вот какой-то гармонист, скажем, да, он что-то вот, как будто вот играл. О, и мне хочется, чтобы он у меня остался в этом обороте, да. Вдруг я себя, да, вдруг я себя ловлю, что я, вдруг, делаю какой-то жест, как кто-то, как дед Егор, там, вот, или, значит, там, говорю какие-то слова или присказку, как там, там, моречка говорила, вот что-то. И мне хорошо, мне это радует, потому что мы, ох, хорошо, у тебя вот действительно вот что-то вот есть. Не то, что там, там, я подражаю, как-то еще, да, вот. И музыку-то точно так же, на самом деле, ты набираешь, и, ну, я сейчас говорю о том, что мне вот сейчас вот как раз очень интересно, то, что вот, да, что с этой скрипкой, когда мы милую скрипочку снимали, там кадры есть, когда сидит Иван Стефанович Стоянов, и я его спрашиваю, как учился играть, а он говорит, сам себе, сам себе, вот. Тогда вот это сам себе я не оценил тогда, ну, потому что ты кого-то слышишь, ты слышал этого, этого, этого. А сейчас вот когда мне пришлось самому какой-то вот новый поворот сделать с инструментом, который мне знаком там давно, да, как-то заново вообще все это, вот, разобрать все на кусочки и собирать заново свою эту историю. И вдруг я понимаю, что он очень точно сказал, потому что слышишь ты действительно очень много, но ты сам набираешь то, что тебе нужно. Потом все гармонисты это говорили, ну, вот кто вот этого слышал, этого слышал, и это все вот, и все набираешь, и получается, что вот эта музыка, которую мы, а она, если убрать там демонстрационную эту историю, да, просто то, что для тебя нужно, то на самом деле ты собираешь голоса, интонации, что-то, какие-то приятные воспоминания о чем-то просто, оно у тебя сквозит там, и, конечно же, вся эта музыка, которая играется сейчас, она не та же самая, которую ты слышал в день. Ну, куда я денусь там, куда мы, итальянцы, ребята, я встретился как-то, там, вечер один провели вместе, играли. Я был поражен, я говорю, как, мы говорим, мы не можем говорить на одном языке, девочки говорят по-итальянски, я говорю по-русски, мы друг друга прекрасно понимаем, мы говорим о музыке, да, я ее спрашиваю, она мне объясняет. Я был поражен, было смешно, как сам же смеешься, представляя картину со стороны, да, как в известном фильме, да, кто фильм, да, вот. Вот, и насколько ты легко воспринимаешь эту музыку? Ну, потому что это итальянская музыка, у нас все пропитано на всех уровнях. И когда ты начинаешь разбирать русские народные песни, то очень много итальянской музыки там есть. Ну, например, там, пожалуйста, из-за острова Нострежья, да, вот, пожалуй, итальянский стандарт. Все это романсовая вся эта история. И все это, оно крутится, оно все вот это вот крутится, всегда меняется, всегда культура меняется. Что-то остается, остается вот это что-то главное. И вот это что-то главное, но, конечно же, оно передается, именно оно вживую все это передается. Вот сейчас вот, вчера похоронили, умерла Мария Григорьевна Лопатина, царство ей небесное. Певица замечательная, из Нижней Покровки, из Белгородчины. Мы с ней не виделись уже там много лет, лет 7. Я в гостях у нее был только однажды. Но ощущение, ты просто видишь фотографию, ты слышишь ее голос, ну это вот какая полнота, красота, жизнь, вообще вот эта цельность. Поэтому здесь человек важен всегда, в первую очередь человек важен. Поэтому, когда мы кино тоже что-то снимаем, спорим, я думаю, сколько споров было по поводу этнографического кино. Не фольклорной среде, у нас с этим никто не занимается, к сожалению. К сожалению, к сожалению. Хотя этнографическое кино наше, оно как раз началось именно со съемок музыковедами, фольклористами. Вот это все вот начиналось. Но вот, к сожалению, эта история как-то в стороне. Мне хочется ее подвинуть, мне хочется, чтобы это как-то люди этим занимались. Но тут, видимо, ты ничего не сделаешь. Вот человеку охота, он будет делать. Но нет у него. Я там кого-то пествовал, пествовал. Я говорю, ну давай, давай. Он говорит, нет, значит, это все-таки не мое. Это не мое. Это не то, что вытащить телефончик, нажал кнопочку. Я смотрю вот фильмы, там, 60-е годы. Вот сейчас тут один документальный фильм из тех времен пришел. Я смотрю, ну, о чем речь? Люди понимают, что такое композиция, что... Об этом даже нет. Ты смотришь картины. Ты смотришь картины. Она может быть любая. Это может быть статика, это может быть поставленная. Но это картина. Или это вот метание туда-сюда все. Клебовая. Вот. Да, но все это другая история, конечно. Просто нет вот этой культуры, которая опять это должно быть общимой. Как его не хватает? Как, я говорю, как жалко. Вот сейчас ты формулируешь какие-то свои вот... По своему пониманию пытаешься сказать, потому что, я думаю, как бы было ценно, если бы мне 20 лет назад кто-то бы вот это сказал бы. Вот это бы сказал бы. Вот эту вещь. Вот эту вещь. Чтобы... По этому поводу не надо переживать. Вот это не надо дергаться. Вот это все хорошо. Все хорошо. Все хорошо. Все хорошо. Все... Вот. А вот этим надо, значит, этому уделить внимание. Ну, вот это нехватка, конечно. Это общение. Вот оно должно быть. И, конечно же, каждый... Самое замечательное в том, что каждый человек, он замечательен именно тем, что он... Это он. Он единственный в мире. Всегда. Да, вообще. За все века. Именно этот человек. Поэтому его полнота и красота, она будет именно тогда, когда он сам собой будет. Не изображает там индейца какого-то. Или там казака с медалями за войну 12-го года. Да. Не кого-то что-то. Я понимаю, что это необходимая вещь, как вход. Да. Ну, просто чтобы человек, он должен быть и он должен иметь. И когда есть вот круг друзей, круг своего общения, в котором каждый занимается своим делом, тогда нет никакого состязания. Нет никакого соперничества в том плане, в дурном таком смысле, когда кто лучше? Я лучше или он лучше? Кто лучше? Там на балалайке играет или на дудке играет? Да какая разница? Он играет как он, ты играешь как ты. И когда ты спокоен, это будет именно так, как есть. Вот все нормально. Это красота. Ну, действительно, то, что общение с деревенскими певцами, мастерами, ты что получаешь? Самое главное, что насколько они цельны. Вот я Марью Григорьевну сейчас вспомнил. Ну, это просто вот... Человек просто живет. Он просто живет. Он наполнен, у него много всего есть. Он просто живет. И он живет в таком окружении, где он нужен. Он нужен. Поэтому здесь вот это вот... Когда вот это сообщество какое-то формируется, да, вот оно... Здесь очень много сложных моментов. Но самое главное, я считаю, что не будет никакого пения, которое имеет ценность, оно может быть технически, да, совершенно, да. Не будет никакого действия, если люди между собой не ладят. И если это насильно как-то сделано, там, собрано все. Поэтому вот этот лад, порядок... Ну, слава Богу, мне довелось пообщаться там с несколькими деревенскими ансамблями, с бабушками, там, в разных местах. И пообщаться на протяжении лет, там, десяти, там, двадцати лет. Я знал, там, какие там между ними происходят, там, какие-то истории, что, ну, вот люди друг с другом связаны, друг к друге нуждаются, и они представляют собой какую-то ценность. Кто-то другой, очень хороший, он туда не войдет. И все вот оно вот такой вот баланс. Это отдельная история, об этом можно говорить, конечно, да. В деревне я оказался... В деревне оказался, я не помню, лет десять, наверное, было. Ну, просто наша деревня не осталась. Вот откуда ваши деды, да? Ну, у меня, так скажем, то, что, как я могу, не могу проследить по одной линии, да, далеко, у меня как раз вот отсюда, с Москвы, отсюда, со Сретенки, с Самотеки, бабушка, дедушка, бабушка здесь вот жила, вот, прадед жил здесь вот, рядышком, где мы сидим сейчас, да, вот, да, и в переулок, вот, жил прадед. Вот, а дед жил где-то вот на Самотеке тут. Ну, и корни вот московские проследователи? Ну, они, конечно, не... Нет, там не Москва, это бабушка, то есть это прадед, он с Саки пришел, там это я, это вот, я знаю, хотя я в той деревне, в которой бабушка мне говорила, я нашел бумажку, когда где-то как написано, я стал смотреть старые карты того времени, я не нашел название этой деревни. Ну, бывало там, что там, у них название такое, а официально называется как-то по-другому, наверное, да, может и тогда так было. Вот, не нашел я в этом месте. Вот, а так у меня, ну, по маминой линии Ингермоландия, Южный берег Финского залива, Сокинский полуостров. Вот, и не осталось ни бабушкиного, ни дедушкиного дома после войны, ничего не осталось. Вот, так что от одного дома фундамент остался, от другого дома от сарая камни остались, я когда-то ездил туда уже. Вот, и так что в деревню, ну, к родне, вот мы с бабушкой поехали, при том, что я даже не особенно хотел ехать в деревню, что там делать, потому что там всякие там, мы ездили на сборы летние, всякое такое, там, спортивное. С детства я ездил, вот. Какой у вас спорт какой-нибудь? Ну, я ездил с лыжниками, но я-то еще не занимался этим, я просто был, так скажем, в кабане. Вот, ну, просто мы ездили всегда эти сборы, то там, то здесь, и ты путешествуешь. Я привык, ты с малых лет, что путеше... За лето ты там в трех местах побываешь, ты где-то вот. А бабушку девушку не застали, да? Они сюда вам передавали такую интересную, с точки зрения того, что сегодня, чем вы занимаетесь? Пели или играли? Ну, ну, нет, бабушка, ну, все-таки же трудно было. Ну, московская, ну, так скажем, бабушка моя, которая вот московская и с окскими этими, да, она пела, ну, она пела, что пела? Она городские, она пела постоянно. Она очень любила, пела, ну, она пела вот романс как раз. Отца спрашиваю, я говорю, папа, слова, я не помню, она пела. Девушку из маленькой таверны полюбил суровый капитан. Девушку с глазами дикой серны за ее прелестный дивный стан. Я говорю, слова ты дальше помнишь, она постоянно ее пела. Потому что, когда я стал заниматься всем этим народным фольклором, это же все не надо. Это я потом понял, что песни, которые я люблю и пою, они очень близко тут находятся, все этот романс, все. Вот, она пела постоянно, да. Бабушка, вот, мамин, по рассказу, Максим, Царствие Небесное, вот, она, нет, она не пела, там, брат когда-то играл на гармошке. Ну, да, да, ну, да, дед мой, да, ну, это все, он, я его не видел, только вот, это в детстве она вспоминала. Ну, тяжело было, тяжелая история. Дед у меня умер в 46-м году, Григорий Конович, он в экспедиции «Семь морпути» работал, и после войны, вот, так что бабушка двух дочерей поднимала, одна, все это, в Москве, родня вся в Питере, бабушка в Москве, деда в Москву направили когда-то работать, вот, и вот так, что так вот получилось. А родители у вас с музыкой спели? Ну, у меня отец, он, ну, он, отец у меня, он, ну, он, так скажем, классическая музыка, особенно, там, 19-й век, то есть классика, ну, серьезно, достаточно серьезно, я это, нет, нет, это я все, это я все получал, и здесь у меня в этом есть и помощь. Да, он играл, и играл, и дирижировал, и даже была мысль, что он будет, пойдет по музыкальной стезе, но пошел все-таки по научной, вот, так, ну, вот это все у него. На фортепиано, да, да, вот, поэтому, поэтому все, у меня привычка к такой музыке, она с детства, что-то у меня проигрыватель, я один дома, остаюсь, у меня пластинки там, и, конечно, ну, то, что мне доверяли, там, не то, что все это, да, так что все это знакомо, привычно, я помню, он меня учил, он меня учил дирижировать, я помню, пять лет было, все дирижировал, и я до сих пор, у меня знакомая какая-то музыка, которую я тогда слушал, там, вот, и я начинаю там, а тогда все, причем это серьезно все было, он мне объяснял, где, какие инструменты, что сейчас вступает, сейчас вступает, вот это вступает, вот это, ага, вот, вот, внимание, внимание, сейчас будет. Это все, это очень мощно, да, это очень мощно, но в этом, конечно, есть большие проблемы, которые потом у меня всю жизнь, они и были, и есть, потому что, ну, это разные восприятия, то есть, был период, когда я просто запретил себе вообще слушать всякую музыку, кроме музыки, русской традиционной музыки. Это когда было? Ну, это период такого вхождения, когда... Сколько вам лет было? Не, ну, сколько лет, мне было уже 20 лет, там, с лишним было. А вы школу музыкальную какую-то учили? Музыкальную школу я покинул на втором году обучения. Почему? Ну, ну, так, как-то, как-то так. А на кого учились? Да как кто учится в 7 лет, на кого ты учишься в музыкальной школе? Пианино было, безусловно, хор. Ну, я петь, петь очень любил, я пел, пел все это. А потом все, потом было такое, в общем, ничего этого не было. Нет, было что? Было то, что вот я ездил, у меня тетушка моя, она тренер, как раз она лыжница, вот, и она с детства, с маленьких лет, то есть, как только меня можно было брать с собой, я вот как раз с ней ездил. И поэтому у меня было две истории. Одна история, это мы дирижируем Брамса или Моцарта, или Бетховена, или Глинку. А вот, а другая история, когда, ну, представляем, там, конец 60-х, начало 70-х, ребята вечером у костра сидят. У меня первая песня, которую, Сашка Зарецкий был такой, крендель, вот, я пел с ним в заповедных и дремущих страшных урмских лесах. И все эти песни, там, и Высоцкого, и Висбор, и все, вот оно как появлялось, оно все тут же было. Вся вот эта вот история, то есть, эта жизнь была, люди все пели, все пели. Я вспоминаю, сейчас своим ребятам рассказываю, я говорю, мы учились в институте, у нас не было там ничего такого выдающегося, там, никто ни на чем не играл, там, группе нашу. Но мы все там на картошке, мы куда-нибудь едем, мы постоянно пели. Вот это все было, что, ну, какие там, это, первым делом самолеты, ну, а девушки потом, ну, все, что угодно, все, что нравилось, все, что хотели, вот, петь то, что могли там спеть, все, кто может, кто не может. Вот, поэтому я и говорю, а вот оттуда вот это вот ощущение того, что вот круг и вот постоянно, потребность вот в этом, это постоянное было пение, 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 пение. Вот, а потом, конечно, ты просто чувствуешь, что что-то не так. Это как раз два зачем-то было? Нет, это раньше, когда я, ты чувствуешь, что вот эта вот музыка с нотами записанная, да, что, что-то должно быть, понимаешь, ты смотришь картины Брейгери, там стоят дядьки с валынками, да, тут привозят картины, то есть там чего-то собрание, там, у Франца Хальса, я до сих пор помню, картина «Скрипач», у него, значит, деревенский там скрипач какой-то, у него там штрихами отмечено движение смычка, что-то тогда меня поразило. Вот, и ты видишь, а где это у нас, ничего нету, ничего, инструментов никаких нету. Вот и сейчас я показываю, там, вот, там, ребятам все эти, там, дудки, там, всякое, разное, все можно сделать. Ничего нету, и ты начинаешь разбираться, ковырять, ага, есть старинная музыка, ага, есть, значит, кто-то играет. Тут пластинки какие-то мы можем появляться, супрафоновские играют. У нас две команды было, значит, в Москве был Мадригал, значит, ансамбль, и в Таллине был Хортус Музикус. И вот, значит, я хожу там с друзьями, мы ходим, все это вот старинно, все, как ты продираешься, и сам в голове крутишь, как должно быть, что там должно быть, ну, какая должна быть музыка, на самом деле. Ну, не может это быть, вот, что вот тебе дали, вот, сначала ты кончишь музыкальную школу, что меня доставало, я как, сначала ты должен делать это, ты петь готов, ты все готов там, вот, нет, сначала надо вот это, потом вот это, потом вот это, потом вот это, и только после того, когда ты закончишь там консерваторию, ты сможешь, у меня душа вот моя противилась очень этому всему. Вот. И я помню этот момент, когда, вот, там и время, это помню, 86-й год, и друг мне мой, значит, от институтский, который занимался реставрацией, он там, значит, с кем-то познакомился, тоже круги все эти, вот они уже крутились, вот, и он говорит, вот там-то будет, там, на этот концерт Покровского, там, сходите, вот, я, значит, иду в зал Чайковского, концерт Покровского, у меня как-то большого впечатления, это не производит как-то вот такого, что вот, но после, но после этого компания Кабанова, ну, все там, и Володя Скунцев, все там, все, кто, там, Катька Белая, там, все, а они после этого тут фойе начинается, мне говорит, давай, приходи там, вот, мы там тогда-то собираемся, вот, я пришел, я понял, что все, вот это просто, я искал, выискивал эти капельки какие-то, да, я представлял, а здесь на меня как-то вот открылось это все, и хлынул, это океан просто все, это я представить не мог, что это такое вообще, что вот эта вот музыка корневая, что... – Это была одна из студий Покровского? – Нет, это не студия, нет, это Покровского был ансамбль, они выступали, да, а это нет, это история, это Андрей Сергеевич Кабанова, это была потрясающая история, в которой я оказался уже прям, как в одним из последних туда вскочил, я вот это чувствую, что я как в уходящий поезд, я вскочил туда, когда вот там еще год оставался вот себе вот этой вот, потому что потом уже накопилось, что стали, там, казачий круг определился, выделился оттуда, там, кто вот чем занимается, да, вот, а тогда было, было вот общение, что все, давай, ты приходи, ты приходи, люди приходят, там, хоровод мы сколько с Сахаром вспоминали, он мне говорит, что однажды посчитали, сколько был самый большой хоровод, что-то там, человек 80, там что-то еще, на занятия пришли, давай, пой, Кабанов говорю, давай, пой, 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 там кто-нибудь приходит, весь зажатый, давай, давай, ну, давай, ну, все, и, так что вот это вот общение, все, это уже я понял, что я, конечно, пропал, потому что ясно, что я, у меня была интересная специальность, в которой я, мне все было интересно, я учился, я картограф, я заканчивал геодезию картографии, вот, и мне очень все это было интересно, То есть, изначально, ну, это было одно из ваших увлечений, картографии, да? Нет, ну, как изначально, нет, 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 ничего такого не было, это было то, что мне хотелось пойти, ну, по сути дела, я когда поступил, там была у меня определенная история, я никому не говорил, куда поступаю, а когда поступил, мне говорят, ну, вот и хорошо, как раз папа, ну, тетушка мне говорит, папа преподавал в этом институте, в твоем, и ты как раз по его, по специальности идешь, он у меня занимался аэрофотосъемкой, дед мой, Григорий Конович, на севере, вот, и так что это все нормально, и потом, экспедиция, да, экспедиция, я был, да, я был уверен, что я, то есть, это четко я знал, что вот экспедиция, это моя вся жизнь, это экспедиция, ну, и действительно, у меня не сложилось так, как вот мне бы хотелось, и как я, вот, готов, но внутренне, вот, у меня это все время, вот, конечно, самое главное, я себя много раз, вот, там, через какой-то промежуток времени проверяю, ну, что для тебя, вот, что главное, да, что главное, что бы ты хотел, и я потом сформулировал, я говорю, вот, я понимаю, что мне интереснее всего история человека, который ходит с магнитофоном по деревням и записывает песни, мне самое интересное, самое лучшее, и как, как музыканту, то есть, вот, это самое-самое, вот, для меня, вот, и я сейчас, когда монтирую кино, для меня это вот, я не еду, да, туда, там, ну, ехать некуда уже, там, во многих случаях, да, и я вот там нахожусь, что вот, все, у нас общение, там, я делаю, монтирую кино, вот, вот, другой, так скажем, другой этап этой вот экспедиции, да, но опять это для меня самое ценное, я очень хорошо помню, что у нас третий курс, как раз и полагается экспедиция какая-то уже дальняя, то у нас практика была, дальняя экспедиция, но хочется дальней куда-нибудь подальше, ну, конечно, на Дальний Восток, куда дальше, Дальнего Востока, куда, вот, ну, и вот, не просто, но мы попадаем, там, с другом в эту экспедицию, и все, а тут у меня, вот, параллельно с этим все развивается, вся эта фольклорная история, да, 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 как раз, я учился, вот, и я, а ребята тут, они, мы едем в экспедицию фольклорную, в Пензенскую область, а я еду в Хабаровский край, да, еду в Хабаровский край, и мы только вот, ну, тут все эти сборы, подготовка, упаковка, отправка, там, багажа, все, и вот мы прилетаем в Хабаровск, ночую в гостинице, и я чувствую, что мне плохо, что мне плохо, у меня впереди два с лишним месяца тайги, о которой я мечтал, а ребята едут в Пензенскую область в экспедицию, и я понял, что вот, это для меня была маята, то есть вот, все вот, я понял, что все, все остальное для тебя ничего, вот, для меня были никаких отпусков, ничего, это мне неинтересно, и только когда дети появились, я уже понял, что, значит, вот, два момента, по которым ты можешь тратить свое время, экспедиция или поездка с детьми, все, все остальное не имеет никакой ценности, никакого значения, когда люди обсуждают про какие-то курорты, я вообще не понимаю, о чем речь, я не понимаю, зачем, что это такое, нет, я не понимаю вообще, не понимаю этого всего, вот, что, ну, говорить не о чем, да, я говорю, ребята, ну, что вы, пытаюсь, там, сейчас говорю, давайте, там, байдарки, вот, как хорошо, ну, молодежь, на реке, идешь по реке, вот, кого встречаешь, если люди сами идут, все, все поколение, 60 лет, 55-60, все, вот, эти, кто, кто ходил, те ходят, ну, они, там, кого-то, молодежь свою, значит, подтаскивают, там, что-то, так, чтобы сейчас ходить, ну, может, кто-то где-то есть, но такого, как вот, было-то, я говорю, ничего, друга зовут, он говорит, да, ты, говорит, ты, говорит, в городе живешь, у меня, вот, я вышел, у меня вот огород, я тут все это, я говорю, это другой взгляд, на тот же лес, а тут по-другому ты увидишь, я говорю, поверь, это, это другое совершенно, это ничего не надо, ничего не надо, я там все, кино хотел снимать давно, думаю, ну, уже дети выросли уже, теперь, я все думал, как мне сделать, значит, подвеску камеры, значит, вот, чтобы снять, поставить камеру на нос и снять фильмы в движении, да, я все, а теперь мне не надо, теперь я сыну дам, пускай он держит и снимает, уже, да, вырос. Да, вот тогда, вот, в 86-м году, все-таки вынуждены были на Дальнем Востоке. Ну, на Дальнем Востоке, и тогда получилась вот такая история, вот, по поводу корней, по поводу деревни, по поводу всего, это то, что я сам потом это только понял, потом понял это, как все получилось, потому что после этого полагался у нас какие-то каникулы в сентябре были, и я поехал как раз в деревню, там, к родне, вот, у меня там была замечательная жизнь. Это куда? Вот как раз Сойкинский полуостров, Ленинградская область, да, Ленинградская область, это Сойкинский полуостров, там, ну, несколько деревень, где родня, я в одном доме жил, мне дали велосипед, я катался туда, в гости сюда, на Финский залив, которого сейчас нету, потому что там построен порт новый, это как раз наши места, где сначала пожгли все лодки, потому что это погранзона была, а это у меня все, вот, все, все, все рыбаки, вот, по этой линии, вот, не рыболовы с удочкой, а рыбаки, я вот, вот это я не могу, это я не, это я не понимаю ничего, когда, я понимаю, когда, если промысел, вот, если вот была там история, там, сетка, когда вот, ловили, опа, я говорю, вот это я понимаю, ты накормишь всех. Возвращаясь в 86-й год, значит, я катаюсь на велосипеде, купаюсь в заливе, ну, там купаться тоже, ведь, надо пройти метров 200, чтобы можно было прилечь там, вот, там рядышком вот этот Кургловский полуостров, вот этот, который сейчас называется Кургальский, да, почему-то у нас, нас говорили Кургловский всегда, вот, там маяк стоит, вот, который, те заповедники, которые сейчас через него предполагается, чтобы за провод потянутый, вот, и у меня с собой магитофон был, ну, вообще, тогда здорово, у меня там была своя, какая-то мансардочка на этом, под крышей, приемник, я там, это, Радио Свобода, Сева Новгородцев, там, Роллинг Стоунс или что-то там, я как сейчас помню это все, но у меня с собой магитофон, и я приезжаю в деревню, там, Ручьи, там, Ручьи и Вистина, вот, и начинаю спрашивать там, что и как там в клубе, там, кто поет, кто чего, ну, я же уже заряженный этим всем делом-то, да, хотя у меня мысли о том, что я что-то делаю, какой-то экспедиции, у меня нет ничего, да, и вот я собираю бабушек, ну, они там сами собираются, при том, что выясняется, что там, они мою бабушку помнят, бабушке вашей привет, они не виделись 60 лет, да, примерно где-то, вот, ой, там, передайте вашей бабушке привет, у меня эта запись есть, все, вот, я не сохранил только листочек с именами, вот, и вот эта запись, а потом мы поехали вот как раз в Пензенскую область тоже с ребятами, по их следам их летних экспедиций в ноябре месяце, и только оглядываясь потом, я понял, что ты первую свою запись сделал у себя на родине, на дедушку, бабушку, вот ты записал эти песни, просто тогда, когда в Москве все кипело, тут и приезжают ансамбли привозят, концерты, и белгородское пение, это многосложное, и казачье пение танское, все это, все это много, конечно же, Ленинградская область, она простенькая, там, рядом с этим такого ничего нету, вот, ну, вот, ну, вот я это, это я потом понял и оценил, потому что и все это запись произошла в день рождения моего деда, другого деда, то есть все вот так совпало, вот, да, вот, а к Андрею Сергеевичу Кабанову я пришел в студию в день памяти, вот, как раз моего деда Михаила Федоровича, который здесь на самотеке жил, и у меня вот в день его памяти я пришел к Кабанову, и первую свою запись я сделал в день его рождения. Это все было 86-й год? 86-й год, это было просто, это я сейчас вот сижу, сижу сейчас все вот это вот расковырю, вот, да, вот, прямо, потому что так же не, вот, вот, и вот это все здорово, ценно, то есть это просто, это вот абсолютно моя история, с которой мне, конечно, когда говорят, чем вы занимаетесь там или что-то еще, я не могу объяснить, что это какая-то работа. У меня дочка старшая, она говорила всегда, папа говорит, самый сложный вопрос, это кто твой папа, чем он занимается? Я не могу сказать, кто, что он делал, он и то, и то, и то, и то, и выделит что-либо отдельно здесь. Но есть такое общее пределение, занимается фольклором. Ну, это было, и надо сказать, нет, надо сказать, что тогда, вот, 86-й, вот, конец 80-х годов, что творилось, ну, тогда на этой, на перестроечной волне, вообще на том, что человек имеет на что-то право, что-то говорить, он может плясать, тогда свободно было. Тогда такие эти хороводы, мы гуляли там на Арбате, где-то еще, эти хороводы собирали, люди, люди затаскивались там, все это вот, то есть, все это вот было, кипело, кипело все это, вал было. Тогда слово фольклора, оно вообще было, по-моему, круче, ничего не было. С одной стороны, ничего революционнее, потому что это прорыв, все другое, вот, а с другой стороны, потому что это именно то корневое, все, то есть, это вот, это потом, когда эти народные хоры, они заткнулись, как-то затихли, все повернулись в другую сторону, как-то, да, а потом быстренько стали называться фольклорными ансамблями, как-то в 90-е годы, там, все это перестало переделываться, фольклорный ансамбль, слово опять истрепалось, пошли, значит, другие, там, названия, там, что нужно, там, традиционной музыкой, там, старинной музыкой, крестьянской музыкой, там, какой-то еще, вот, всегда нужно определять, вот это вот определять, там, чем ты занимаешься, что ты, что ты делаешь, как это все, ну, это и в науке так же, и все. Завершили вы образование картографическое? Да, 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 конечно. И потом как? Нет, а потом, ну что, я когда завершал, это была тоже потрясающая история, потому что мы тогда вот как раз познакомились с Сережей Старстяным, я сейчас пытаюсь вспомнить, кто же сказал, ты Сережку знаешь, я говорю, нет, я прихожу, и тоже Сереже Старстяным, вот, история, он делает в консерватории показ, он снимал фильм «По следам волынки», он искал, я помню кадры его фильма, вот, а кино у меня вот оно было как, ну, я не дерзал там что-то, да, это вот тогда времена, что фотоаппарат-то это проблема, да, вот, есть отцовский фотоаппарат, он дал тебе пощелкать, ну, там, или смены, там, 8, много ты там наснимаешь, много ли удовольствия от этого дела? Удовольствия-то большого нет, ну, вот, и, но кино, я потом вот вспоминал, я говорю, что на самом деле мы настолько, вот, то есть такой уровень кино был, даже то, что мы видели, то, что показывали, столько всего было, вот именно качественного, было интересно, показывали, я помню, вот, фильмы 20-х годов, было просто прям какие-то программы, циклы, потом ты смотришь, я пытался понять тоже, вот, кто вот там из режиссеров, или кто вот там вот так вот воздействовал, Урусевский, я сейчас говорю ребятам, я говорю, кто-нибудь знает, кто-нибудь, одна девочка, она учится, она говорит, я знаю, кто такой Урусевский, да, этот, я говорю, а я до сих пор боюсь пересматривать неотправленное письмо, потому что я его смотрел, когда мне было лет 10, и это страшные, в общем-то, вот, все эти переживания такие, то, что он снял, там, этот, вот, но тебе вот то, что ты, как ты читаешь книги, смотришь картины, слушаешь музыку, смотришь вот такое вот кино, это дает тебе определенную опору и уверенность в том, что ты знаешь и можешь, и знаешь, как на самом деле должно быть и к чему надо стремиться, вот, поэтому вот с Сережкой у меня получилось то, что мы как раз вот, вот, какой-то вот этот момент, и он кино уже снимает, и потом у нас было, в 87 году экспедиция была зимняя, да-да-да, вот как раз вот была зимняя экспедиция, где я с этим дедом Тимофеем Прокоповичем познакомился, про которого уже рассказывал, вот, у нас кино было снято, не снятый фильм, с Сергеем Николаевичем, да, это не снято, уже вместе с ним, да, это не, я сейчас скажу как, у нас мы должны были две пары, вот мы ходили, там, Сережа, там, с одним товарищем, там, и мы с Наташкой Ноской, и мы в одном месте должны были встретиться, 30 градусов мороза все дни, ты идешь пусто, по дороге, там автобуса нет, ты идешь, там, километраж, нормальный километраж, световой день короткий, там картины, там сюрреализм был полный, деревня стоит, дороги нет, мы видим по улице кто-то ходит, дороги нет, и мы идем практически по поясу, в снегу, ты метров 300, 200-300 метров идешь, может и больше, доходишь до деревни, тишина, пусто, ты, ну, там разные всякие приключения, в дом один заходим, там, кухня, там, комната, стучимся, там, здороваемся, там, что вот мы, там, говорим, что и как, я сразу рассказываю, я запахи вспоминаю, я запахи вспоминаю, вот эти вот, вот там, этого сена, навоза, на улице, там, да, там, где-то сани проехали, какая-то бабушка выходит, значит, там, в конце там выходит, бабушка, здравствуйте, мы приехали, мы, там, из консерватории, мы, вот, мы записываем, она молча постоянно посмотрела, взвернулась и ушла, мы так, первая встреча вот этой деревне, которой нет дороги, ну, и таких там разные всякие там моменты, мы садимся тут вспоминали как-то, и каждый помнит, конечно, свои, и вот мы встречаемся тоже чудесным образом с Сережей, встречаемся, то деревня, дошли до куда нужно, до сельсовета, ему предоставили сельсовет воспоряжение на ночевку, а в этом сельсовете цветной телевизор, 87-й год, цветной телевизор, мы только что были в черно-белом кино, вот, несколько дней путешествий, все это, и по этому телевизору идет фильм, который я никогда в жизни больше не видел, никто про него ничего не слышит, ну, я в интернет вот не залезал, ну, даже как-то, думаю, надо ли или не надо, и падал снег над белыми садами, грузинский фильм какой-то, двухсерийный фильм, в котором музыка прозвучала, по-моему, раз-два, настолько было сделано, вообще монтаж фильма, что, ну, вот он, не требовалось, музыка не требовалась какая-то, как я все это запомнил, и вот у нас бульонные кубики, там, все это счастье, радость, это, я детям рассказываю, я говорю, вот в экспедицию ты едешь, хлеб ты купишь в магазине, у тебя с собой бульонные кубики, у тебя с собой чай, кружка железная, вот, там, сахар, кусочки, а если у тебя есть еще лимон, то ты перуешь, ты перуешь, поэтому сейчас как-то, вот, ну, и утром, зима, заносы, автобус сюда не придет, надо идти до какой-то деревни, и мы выходим, там, не утром, там, где-то, сколько километров надо перейти, прилично, под впечатлением этого фильма, и мы говорим, а вот, как вот снять фильм, вот, на материале русской деревни, да, вот, что вот как вот, и мы начинаем этот фильм снимать, сами вот идем, идем по дороге, посмотри направо, там, значит, свинью опаливают, брейгель, чистый брейгель, просто вот, посмотри сюда, тут еще что-то, тут, и я вот это помню, я говорю, Сереж, ты помнишь, вот это вот, лучшее вот это, вот, снять, боже мой, да здесь просто, ты камеру, вот, ты включаешь, да, ну, как кажется, что можно снимать, просто, это бесценно все это, и вот, ну, вот, это вот вспоминая как раз, да, вот, и возвращаясь к институту, то, что мы и летом, Сережка говорит, летом пойдешь, я говорю, Серега, как у меня летом, значит, вот, преддипломная это практика, и, а надо тему диплома, то у меня тема диплома была картографирование пастушеских инструментов по материалам как раз его экспедиции, и то, что, да, он у меня был в этих консультантах, а на дипломе по картографии я играл на рашке, вот, уникальный случай, да, вот, вот, но, а у нас практика в Москве, которую никуда не отпускают, мы выполняем заказную работу еще, сидим, делаем какой-то атлас, вот, и мы пишем, Сережка, значит, пишем от консерватории письмо, на несколько дней уже от руководителя практики я иду к нашему декану, Любовь Оливанова Хромеева, это царство и небесное, это потрясающе просто, если какая-то проблема возникала, любая мелочь, первое место, куда ты идешь, ты идешь в деканат, других институтах, где-то там еще, вот, я знаю, вызвали к декану, это все, это почти отчисление, вот, ну, на грани, а здесь первый человек, кому-то бежишь, это Любовь Оливьяновна, я говорю, Любовь Оливьяновна, я вот, я диплом пишу по этому, вот, меня приглашает консерватория, все, мы там печати поднаставили, там, на орденоносном бланке сделали, она говорит, поезжай, там был шурум-бурум, там что-то такое было, и вдруг я должен быть утром на чертежке сидеть, и вдруг я утром оказываюсь на берегу реки, мы выгружаемся из автобуса, лодки, все прочее, это была фантастика, и тогда была фантастическая экспедиция, спросите старостина, он скажет то же самое, в котором мы записали, мало-мало записали, но была потрясающая, сумасшедшая экспедиция по Торопе, это был 87-й год, тогда было катастрофическое состояние, тогда были ураганы, смерчи, наводнения, и мы по этим наводнениям, мы вот шли, мы идем по озеру, а внизу эти лилии распустились, метр до нее, ну я иду с девочкой, я должен, она мне говорит, сейчас я тебя прибью, ты что делаешь, ты думаешь, вот, а этот метр туда не залезешь, вода залита, выплываешь, не видно, где русло реки, сток стоит, в воде все, да, там лавочка какая-то, куда, значит, по тростникам, наверное, по тростникам надо идти, это была потрясающая экспедиция, потому что собралась какая-то компания, разнообразная компания, и фольклористов, и туристов, и музыкантов, и не музыкантов, мы не могли расстаться потом, мы не могли расстаться, мы еще неделю, наверное, догуливали в Москве по тому или иному поводу, пойдем туда погуляем, пойдем там, все, это потрясающе, это вот, конечно, тоже, вот эти моменты, когда люди, когда люди вместе, когда, кажется, у человека какая-то там, там, один там был там постарше, над ним подшучивали, все, подтрунивали, как-то так, но он был какой-то на своем месте, и он потом мне говорит, что, ты представляешь, что там Оля Лапшина мне говорит, ты представляешь, я его встретила, он говорит, помнишь, как мы здоровы, как было здорово, у всех были, вот, это потрясающе, конечно, вот, записи было мало, а вот это было замечательно, тот, кто, вот, был сомнительный, он откололся сразу же, вот, он как-то, остальное все пришло в какой-то баланс потрясающий, и я даже потом много раз хотел повторить поход, может быть, сейчас это повторить, но просто не хотелось проходить еще раз, вот, такой американский эколог был, Олдер Леопольд, он сказал, никогда не возвращайся в места, где был счастлив. Да, все равно так уже не будешь счастлив. Ну, да, да, вот, то есть, я хотел, я там, где-то там мы были, там, и с детьми ходили пониже, там. Да, и вы потом как развивали события? А дальше, ну, что события, я закончил институт, дальше я по распределению пошел работать, по картографии. В Москве? В Москве, да. В институте? Ну, это было, нет, это карто-предприятие, но нам, конечно, сейчас я понимаю, конечно, это была катастрофа уже для всей страны, то есть, какие-то там мысли о том, что что-то там ты можешь делать, ну, с одной стороны, так, да, ну, просто, если ты просто ходишь на работу, то, ну, меня это не устраивало, естественно. Вот, потому что я должен, у меня сила есть, я должен заниматься своим делом, я должен тратить на это. Ждать времени никакого нет, 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 нет. И была тоже такая история, что я полтора года проработал, и собрание коллектива было, о чем я узнал потом, где уговорили в виде исключения меня отпустить раньше, чтобы я ушел бы, потому что зачем он другим делом занят? Зачем? Зачем он? Ну, там свои тоже приключения были, компания у нас там хорошая была, все свое, ну, так. Ну, и мне пришлось вот так вот, пришлось идти заниматься педагогикой. Тогда появилась студия «Ветка», только она появилась, такая была московская студия, легендарная, в общем. Ветка. Ветка, да. А название этой ветки предложила Лена Комлева по городу Ветка Белоруссии, Гомельской. То есть, Ветка – источник, исток, старообрядческий исток. Куда ездил, народный праздник ездил, мы ездили в Столбуну, в село Столбуну записывать, снимать. Ну, а девчонки пели, ходили, учили песни, народный праздник, стрела, вот этот вот обряд. А я ездил туда уже многократно, много лет, и записывал там и в этих селе, и в других селах, и это вот такие тоже. И вот по названию этой ветки, поскольку мы туда ездили, ну, и то, что мысль, как побег, там, все это. Вот ветка, эта вот студия такая возникла в одном из московских техникумов, и стала потихонечку развиваться. А вы преподавали там что? Вот у меня была студия музыкальных инструментов. То есть, изначально вы еще параллельно занимались еще и освоением музыкальных инструментов? Да, конечно, конечно. Какие самые первые инструменты? Нет, ну, у меня самые первые инструменты – это губная гармошка. Гитара у меня не было, нет. Фортепиано, понятно, да, мы проехали, фортепиано – это уже не та песня, да. Хотя я бы сейчас, ну, я бы спокойно, если бы я умел играть, я бы спокойно играл, и я говорю, я бы здорово, я бы сыграл бы на фортепиано, бы там, скобаря бы там, что-нибудь еще там. Дело не в этом. Неграм, они же играют свою музыку, не берут любой инструмент, да, все восхищаются там эти джаст, джаст, джаст. Он играет свою музыку, он играет, он все что угодно перемалывает, потому что он свободный человек, внутренне, он свободный. А у нас комплексы соответствия, все. Это так, это не так. Где ты видел, как я, ну, фольклорное сообщество там, да, где штаны вот такие, а это не такие, соответствует не… А эта девка не та, у нее буса не такая. И вот начинается. Смысл-то в чем? В чем смысл? Вышел дед в майке, покурил, сказал… Все. Тебе надо, чтобы он рубашку одел? Не надо. Все, нормально. Поэтому здесь вот эти вот, конечно, моменты. Губная гармошка, да? Ну, у меня была губная гармошка, мы ходили. Это тоже вот, да, отец когда-то купил. Зачем он, ну, купил? И она лежала. Я там все детство этим подудел, подудел. Ну, тут мы подросли, у нас хорошая компания в школе. Мы ходим там, играем там. А потом мне говорят, казаки-некрасовцы приезжали. Книг-некрасовцы, тогда была тема мощнейшая. Туда вот белгородские коллективы приезжали в Москву. Много очень. И казаки-некрасовцы, Вера Николаевна, Медведева, она. Вот там и пластинки выходили, все, мы учили. Я сейчас, когда монтировал, вот мы с Вера Николаевной, там я помогаю пластинки готовить, диски. Я говорю, да я все это помню, эти песни, какие-то там записи тоже, ты учил, ну просто не поется ничего, это помнишь, я говорю, сколько, оказывается, было всего этого, пелось, не говорим про качество, говорим про то, что это пелось на ходу, и белгородская, и Афанасьевка, и все это вот, пелось, 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 пелось. И я помню, у меня девочка, у меня Катя Белая говорит, вот, говорит, если бы ты еще научился играть на губной гармошке, а то казаки не красятся, у них традиция игры на губной гармошке, вот, я говорю, я не стал говорить, что это единственный инструмент, на который я играю, вот, так что, да, это вот у меня история с этой губной гармошкой. А потом, ну, разные, разные, ну, мне дудки, меня интересовало, конечно, то, то, чего нет, то, чего нет, да, потому что, ну, я очень не любил хромку гармошку. Не любил? Нет, не любил, ну, потому что она отутюжила все, да, все это, просто смело, она ничего нет, вот, и балалайку, потому что, ну, это какой-то стандарт, вот, балалайка, просто я не играл, вот, вот, просто я не буду, я там на гусли, да, вот гусли меня просто заворожили, это, я потом понял, почему, потому что в детстве, 5 лет, когда мне было, мы были в Псково-Печерском монастыре, и там были легендарные звоны, ну, то есть, как сейчас, я бы не могу сказать, я там бывал, но не слышал, чтобы звонили, пластинка была записана в 79-м, что ли, году, вот, там потрясающий звон, очень интересный, там они как раз играют, там, можно, там, трепака услышать, и все, там, особая вот эта система этого звона, там, ну, ты потом слышишь. И я понимаю, что, видимо, вот это впечатление, оно, вот, эти гусли, которые я от себя воображал в большей степени, они, они как раз были связаны именно вот с колокольным, ну, я пытаюсь всегда сам расковырять, да, я не то, что там, потому-то, потому-то, мне самому интересно, а почему вот это произошло, а почему вот, а где вот здесь зацепочка была, что повернулась в эту сторону, интересно, вот, и, так что, вот, да, вот гусли были интересны, а с балалой, ну, да, рожки, ну, вот, всякие дудки, я вот начал тогда как раз заниматься все это, вот, дудками, там, какие-то, вот, разыскивать, там, всякие разные, разнообразие, тем более, диплом пишу, мне надо, вот, чтобы это было, там, много всего, там, ну, и действительно, там, много всего разного, и находили то, что не находили там раньше, вот, то есть, эти все, вот, эти все инструменты, они дудушные дудки, в основном дудки меня интересовали, но параллельно, опять-таки, скрипичная история возникла, скрипичная история, и она возникла во многом, потому-что Оля Величкина мне дала скрипку просто в пользование, дала скрипку, которую, да, скрипку, которую привезли от деревенского деда, а мы ездили по деревням, по тех краям, значит, по Тверским, где скрипачи были, Ольга была на Смоленщине, там, вообще-то, сплошняком все это, и вот я, значит, пеликал тоже, пеликал, а потом думаю, а почему заинтересовался, что вот скрипка, потому что был фестиваль Индии в СССР тогда, в середине 86-87, и под это дело были пластинки, продавались индийской музыкой, классической, там, как, в основном классическая, конечно, музыка, и среди прочих была, вот, значит, на шахнае, на ногобое, да, и на скрипке, вот, причем, когда ко мне, у меня в гостях оказался один молодой индийский музыкант, хороший, вот, я ему говорю, вот это вот тот, он услышал, ну, для нас мы что, слушаем, там, оно все, там, одно и то же, ну, не пойму, он мне точно сказал, какая-то рага, моментально, он говорит, это Джай Джованти, вот, я так, мы ему показывали, сказать, что у меня записи какие есть, и вот мне так это понравилось, что вот это вот как-то вот зацепило, что скрипка, я помню мне, мы в гостях собираемся, там у Юрки Нестерова были, меня вытрули, иди на кухню, двери все закрыли, потому что они там сидят, там что-то, а я со скрипкой, я, значит, с ней там, это же ужас, скрипка, это ужасный инструмент, и вот ты там, что у тебя получается, вот, и потом, ну, это какой-то вот, скрипка, есть инструмент тебе дали, ты, вот, тем более от деревенского деда инструмент привезенный, я когда отдавал сейчас мастеру ее на ремонт, а там дека задняя, она склеена неровно, он говорит, ну, давай я разберу тебе все с выровняем, я говорю, не, не надо, дед клеил, пускай это, ну, трофейная скрипка какая, я говорю, пускай это так останется, я говорю, на звук не влияет, он говорит, да нет, я говорю, ну, пускай так все и останется. Сейчас она у вас есть? Да, есть, конечно, да, она висит, вот, я так играю, таская другие инструменты, вот, так что... На гармошке вы и до сих пор не играете? Нет, на гармошке, мне очень меня заинтересовал тальянка, но на тот момент, когда хотелось, я готов был этим заняться, не было инструмента, вот, я пытался даже раздобыть, потом я раздобыл инструмент, я понял, что просто нет на это силы, на то, чтобы этим, да, просто... Нет, нет, дело не в этом, дело не в этом, дело просто на то, что, ну, на это нужно всему посвящать время и любовь, да? А балалайку? А балалайку, балалайку, это Воленс, не Воленс, конечно, ты ее осваиваешь, когда там Сережа Ключников, который балалайки затеял, да, вот, когда он играет, я рядом с ним прям даже, даже, нет, нет, он берет, у него сразу все там получается очень красиво, нет, я играю очень по-простому, обычную нагрешу, да? Ну, по-простому, да, простенько играю, да, простенько играю, ну, играю там и вот так вот оно, нет, конечно, это вот, ну, у каждого какая-то своя история, я очень люблю обертоновые флейты, очень люблю вот эти вот дудки, которые, те самые пресловутые колюки, все называют колюкой, я всем объясняю, почему колюка, потому что из колючки сделана, а так она травянка может называться, свистун, а если, значит, из другого материала, то, соответственно, ну, дудка да дудка просто, мне вот это очень нравится, обертоновая музыка мне очень нравится, вот, к сожалению, как-то люди этим, все хотят исполнения номеров почему-то, ну, многие, что исполнить такой-то номер, фокус, а это же, на самом деле, музыка, она же не исполнение номеров, это пребывание в состоянии определенного. То есть это импровизация? Да нет никакой импровизации, дело не в импровизации, просто состояние, это импровизация, слово, оно, которое у нас появилось как противовес игре по нотам, вот, и связано у нас, наше восприятие, там, моему поколению, да, связано, конечно, с джазовой музыкой, но на самом деле дело не в импровизации, а дело просто в свободном пении, но ты два раза одну и ту же песню не запишешь, вот именно так, чтобы она была, ну, по-другому будет, и это будет все время нормально, это все меняется, это не импровизация, это жизнь просто, все, сколько человек поет, что, какое настроение, какое состояние, там, все это вот, все меняется. В этот раз ты хочешь, а в другой раз ты не хочешь играть. Висит у тебя инструмент, ты в руки не берешь. Потом взял и думаешь, да что ж такое-то, не можешь отцепиться никак, ты отцепиться не можешь, что ты делаешь, для чего, это твоя вот история, просто сам себе, сам для себя, вот это вот, мне очень вот эта вот такая укромная музыка, да, вот из слова интимная, да, вот, ну, в принципе, да, я все искал, думаю, какой вариант вот у нас, чтобы сказать, что это вот своя вот закрытая, вот такая вот укромная вот музыка, которая не для кого-то, она для очень узкого круга, она вообще закрыта, как эти же самые там колыбельные песни и вообще какое-то вот общение, в какой-то вот близком кругу, ты же не пускаешь в свой круг друзей, мы собрались, вот вы собрались, мы сидим на кухне там, поем, пьем, говорим там, все что угодно там, да, мы говорим о том, что приходит другой человек, и это все разрушится. У нас была такая история, мы однажды, приезжая в то же Плехово, просто собрали, ну, времени мало, и собрали две разных компании вместе. Было очень тяжело. Не пошло? Вместе ничего не пошло, да. Сразу настроение, просто ты чувствуешь, другая энергетика там, да. У них свое, эти там, эти здесь. Поэтому, а потом сказали, бабушка сказали, что, ну, не надо было, мы бы сами справились. Я говорю, я спонюсь, друг, ну, не надо.